Команду творческих и активных ребят встретили не только с хлебом с солью, но и с особым радушем и гостеприимством. Прибытие поезда ждали с нетерпением. Оркестр Брестской военной комендатуры добавил встрече незабываемых эмоций. Публика была в восторге. Участники проекта, инициатором которого стал Белорусский Республиканский Союз Молодежи, сегодня посетят знаковые объекты города и отдадут дань памяти павшим героям Великой Отечественной войны. Примут участие в открытых диалогах, встречах с руководителями организаций госуправления, депутатами, лидерами общественных организаций. Брест очень рад, что к нему приехали лидеры молодежного движения Республики Беларусь. И непосредственно, что это накануне 76-й годовщины освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Действительно, это такое, наверное, знаковое событие вообще в Республике Беларусь. 100 лет молодежному движению, комсомолу, 75 лет освобождения или победе в Великой Отечественной войне. И вы знаете, наверное, город Брест, он тысячелетний город. Я думаю, что молодежи Республики Беларусь будет полезно побывать в нашем городе, взять от города Бреста самые полезные и ценные наши традиции, и в последующем переезжать и посещать наш красивый туристический город. Для многих возможность стать пассажиром необычного поезда – это шанс открыть для себя красоты нашей страны, побывать там, где еще не был, и, возможно, влюбиться в города Беларуси. Поезд нам дает возможность познакомиться с людьми со всех уголков страны. Все нереально крутые. Я понимаю, что здесь собрались самые лучшие. В Бресте я еще не был. Я жду чего-то невероятного, потому что по приему видно, что это огненный город, и нас ждет очень много интересного. Впереди у молодых людей еще много интересного. Но старт насыщенной программы был дан со знакового места. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – место памяти, силы и мужества. Возложить цветы и отдать дань памяти и уважения тем, кто защищал нашу Родину – дело чести для каждого. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бух-ТВ».